Насколько мы общались за все эти годы, я же не строитель, но во всяком случае принимаю участие в десятках собраний по этому поводу. Скажем, возьмем так, сегодняшние арены, которые нам необходимы, они на 10-15 процентов уже построены. Заложен фундамент, начались стройки, где-то больше, где-то меньше. Общее число, если отталкиваться от самой необходимой арены, которая нам нужна, это киевская арена для проведения финальной стадии, от начала до конца при нормальном строительстве 18 месяцев. Соответственно, если уже есть какие-то работы выполнены, то если, допустим, когда будут подпишены договоры, условно, на этой неделе, на следующей неделе, начнется нормальное строительство, инвесторы получат кредит и начнут строительство, то, я надеюсь, к концу 15-го года, ну, при каких-то, может быть, форс-мажорах, к началу 16-го года, арены должны будут построены. Чтобы у нас был год в запасе, даже больше, чтобы мы могли и проверить эти арены, использовать, как их правильно использовать, потому что это очень важно. И, я думаю, ну, нечего откладывать долги ащек, все равно нам арены нужны, все равно Украина отстает в спортивной инфраструктуре от европейских стран. Нам это надо, и я думаю, ФИБА Европа это четко понимают, они не хотят рисковать, и это будет основным, одним из основных условий, скажем, того, что у нас в европейских стран случится, это скорейшее построение арены, чтобы темп не терялся, чтобы сейчас на год, на полтора не отложили, а у нас там 17-й год успеем. Нет, они четко сказали, что вот арены должны быть практически построены в срок 15-го, может, чуть позже, но вот никаких отсрочек не должно быть.